Каждый день и не по одному разу пенсионерка Татьяна Рожнова идет по этому маршруту. В любую погоду и с ведром в руках она решает свою коммунальную проблему. Воды в ее доме и на всей улице Маяковского нет. Для жителей этих частных домов отсутствие централизованного водоснабжения – проблема давняя и наболевшая. И вроде на их жалобы откликнулись коммунальные службы, но стало только хуже. Была маленькая колонка, но она без конца текла у нас. Мы без конца звоним. Приезжайте, колонка течет. Как течет? Ну течет, она не останавливается. Ну я тоже ведь не сторож. Подойду, выключу колонку, если увижу. Пойду мусор выкидывать, выключу колонку. Розаевские коммунальщики все-таки заменили одну колонку на другую. Только при этом не учли, а собственно, для кого это все делается. Никто ничего не слушает. Издевается над нами, да и все, больше ничего. Я тебе проводи, колонку проводи. Где я возьму 100 тысяч? Что нас ведь приготовил, еще не хватит. Они не могут колонку сделать. Зачем взяли нашу колонку? Была хорошая. Взяли и сняли. Я к этой не могу подойти, нажать. В попытке решить проблему с водоснабжением местные жители обращались к высокопоставленным чиновникам. Но столкнулись с таким неспортивным видом спорта, как бюрократический футбол. В течение последних полугода колонка вообще не работает. Вообще не работает. Приедут, сделают, после них обратно начинают люди ходить, опять не работает. Обращались к Сайгачеву на той неделе, сказал, что перезвонит. До сих пор нет. Вчера звонил Домнину. Тоже никакого ответа. Вот друг на друга. То администрации друг на друга переваливают. Особенно местных жителей возмущает, что их дома предполагается снести в ближайшие два года, но требует с них денег, как с владельцев новостроек. Здесь бабушка под 90 лет. Она в прошлый раз пошла и упала. На другую улицу ходит за водичкой. В конце концов, не попить, не умыться, ничего никак нельзя. Нет воды. К Сирентьеву звонили, он сказал, проводите воду. А к каждой квартире стоит под 100 тысяч смета. Где они возьмут? Многие из местных жителей продолжают верить, что о них вспомнит начальство. Желательно поскорее. А пенсионерка Татьяна Рожнова выговорилась, повздыхала и снова отправилась по знакомой тропинке за водой. Евгения Волков, Игорь Гангаев. Наши новости. Розаевка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова